6 июня Иваново вместе со всей страной отмечает день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятия, посвященные памяти великого поэта и писателя, проходят по всей области. Многим с детства известны стихи и сказки Пушкина. Но что знают ивановцы о самом писателе? У него была прекрасная няня, которой он посвящал свои стихи. Он учился в пенсионе, у него были замечательные друзья, которым посвящено множество стихотворений. Его убили на дуэли. Ну это гений, признанный гений, признанный гений во всем мире. Лучшего поэта не было. Как говорил один наш замечательный режиссер, по-моему Андрей Тарковский, про других говорили. Ну вот там он, про Высоцкого спрашивали, он кто? Поэт. Ну что, поэт у нас Пушкин и так далее. Поэтому поэт у нас единственный Пушкин. Хотя много после него было прекрасных поэтов, замечательных. Лев Николаевич Толстой, например, считал, что Михаил Юрьевич Лермонтов выше Пушкина. Замечательный русский поэт, наш классик. Наверное, один из самых великих поэтов. Наша Россия, матушка России. Поэтому хотелось бы, чтобы, наверное, больше уделяли внимание именно нашей поэзии, литературе, классике. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. О творчестве Александра Сергеевича 6 июня вспоминают все, от мала до велика. Ребята из школьных лагерей приходят целыми отрядами в библиотеки, где школьникам рассказывают о жизни поэта. А также проводят веселые игры и конкурсы на знания сказок Пушкина. В школьном лагере пришли в библиотеку, специально, чтобы почтить память Александра Сергеевича Пушкина. В учебной программе тоже очень много сказок Пушкина, поэтому они много знают, им нравится, мы даже иногда инсценируем. Спустя почти два столетия сказки и поэмы Пушкина остаются не просто классикой, а основой воспитания молодого поколения. Ребята действительно хорошо знакомы с его творчеством. Это показала литературная игра. Ребятам предлагали по отрывку узнать сказку или героя. За морем царевна едет, что не можно глаз отвесть. Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, будто папа, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Кто это такая? Одних героев вспоминают мгновенно и даже готовы рассказать историю или исполнить отрывок. Других узнают не сразу. Но погрузиться в мир поэзии и сказок были очень рады. Вообще с творчеством Пушкина вообще все мы знакомимся, наверное, еще до того, как мы начинаем читать. И начинаем мы именно знакомство со сказок, которые вводят нас в этот удивительный поэтический мир русской литературы. Все мы помним строки из сказок Пушкина, все мы вспоминаем его стихи. Александра Пушкина по праву называют создателем современного русского литературного языка. Несмотря на то, что с момента рождения светило русской литературы прошло 219 лет, Пушкин остается самым читаемым автором в мире. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.